Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 32 мутации и устойчивость к антитилам. Вирусологи заговорили о появлении в мире нового штамма коронавируса. Выявляют не только антимасочников, но и безбилетников. Какое наказание грозит за нарушение правил проезда в общественном транспорте? С нового года вырастет минимальный размер оплаты труда. Подробнее расскажем в новостях экономики. Депутаты Самарской городской думы в первом чтении приняли проект бюджета Самары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Планируется, что казна будет бездефицитной. И доходы и расходы утверждены в сумме более 17 миллиардов рублей. Это без учета поступления из вышестоящих бюджетов. Расходы сохранят социальную направленность. Подробности в следующем сюжете. 17 миллиардов 372 миллиона 738 тысяч рублей. Такой планируется доходная часть самарского бюджета в 2022 году. Это налоги физических лиц, земельный налог, а также доходы от использования муниципального имущества. Доходная часть бюджета оказалась выше, чем депутаты планировали ранее. На 2023 год доходы утверждены в сумме более 18 миллиардов рублей, а в 2024 более 19,5 миллиардов. Эти цифры приняли самарские депутаты, рассматривая проект бюджета в первом чтении. Данный проект бюджета предусматривает средства, только собираемые на территории городского округа Самара. Пока в первом чтении он не учитывает средства вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления, которые традиционно у нас в течение года мы в бюджет получаем. Бюджет города планируется бездефицитным. Основная доля расходов, почти половина, приходится на социальную сферу. Это образование, социальные выплаты, культура и спорт. Еще треть бюджета направят на ремонт дорог, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня, наверное, как никогда сошлись все эти наши интересы. Сегодня есть серьезные программы, в первую очередь принятые правительством Российской Федерации и указами президента по строительству школ, дошкольных учреждений, по капитальному ремонту. Перед вторым чтением проект бюджета доработают в городской администрации с учетом поступивших предложений депутатов. Доработанный документ будет расширен и информация о дополнительной потребности в средствах. Так называемый лист ожидания – это те задачи, решение которых будет профинансировано при наличии или в освобождении в бюджете необходимых средств. Также ожидается поддержка из вышестоящих бюджетов. В этом году Самарская казна таким образом пополнилась на 17,5 миллиардов рублей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 1215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе заболели 174 767 человек. Такие данные в четверг, 25 ноября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1178 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 125 623 пациента. Ученые предупредили о новом штамме коронавируса. Он имеет 32 мутации и, скорее всего, развивался во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой. Подтвердили уже 10 случаев в трех странах. Этот вариант вызвал серьезную озабоченность у вирусологов, поскольку некоторые мутации помогают вирусу обходить антитела. Однако новый вариант пока не очень активно передается от человека к человеку. Ученые будут наблюдать за его симптоматикой и распространением. В Самаре подвели итоги единого дня вакцинации от коронавируса, который прошел в областной научной библиотеке. 23 ноября там открылся прививочный пункт. Работали более 20 бригад медиков, а также волонтеры, которые помогали посетителям сориентироваться, добраться до места и заполнить документы. За один день вакцинировались 2 112 человек. Всего в регионе работает более 170 прививочных пунктов, 11 из них круглосуточные. Адреса медучреждений, а также наличие в них вакцин, можно уточнить на официальном сайте Министерства здравоохранения в разделе вакцинации от COVID-19. В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте по выявлению нарушителей масочного режима. Ловят и без билетников. По статистике, ежедневно контролерам удается выявить порядка 30 пассажиров, которые пытаются проехать «Зайца». В одном из рейдов побывал Сергей Кизоркин. 9 утра, остановка общественного транспорта на площади Кирова, очередной форт-пост самарских контролеров. Проверяют масочный режим. Еще одна проблема транспорта в мегаполисе – безбилетники. С нарушениями мы боремся сразу. То есть безбилетные пассажиры у нас выводятся из автобуса. Малолетних детей и бабушек мы не высаживаем, предлагаем обилетиться у кондуктора. Такая работа в течение всего дня, ежедневно, без выходных. По городу безбилетников выявляют несколько бригад контролеров. За день удается поймать порядка 30 зайцев. Вот и спустя 15 минут охоты попался первый пассажир без билета. Сейчас пик, кондуктор не успевает, и вот проезжал мне тут две остановки сегодня. Прокатиться без билета в общественном транспорте горожане особенно любили в доковидное время. Зайцев тогда ловили свыше 50 в день. Сейчас эта тенденция пошла на спад. Все дело в жестких наказаниях. Судьбу нарушителя решает районная административная комиссия. Вызываем уведомления. Уведомление направляется заказным письмом. Согласно КОАП сроки рассмотрения со дня совершения правонарушения два месяца. По закону дается 60 суток для добровольной оплаты штрафа. 10 суток у правонарушителей есть на обжалование. В случае неуплаты в 60 дней мы направляем постановление в службу судебных приставов. И судебные приставы уже взыскивают в принудительном порядке. Комплексная комиссия помогает контролерам в работе по соблюдению масочного режима. Это представители транспортных предприятий, районных администраций и полицейские. Контрольно-ревизионная служба транспортного предприятия регулярно проводит мониторинг с сопоставлением объема пассажиропотока и количества проданных билетов. И в последнее время начали замечать расхождение. Были зафиксированы случаи безбилетного проезда. Просьба в течение одной остановки надевать защитные средства и оплачивать свой проезд любым доступным способом. Безбилетникам по закону грозит штраф 500 рублей, антимасочникам до 30 тысяч. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. В следующем году в России увеличат минимальный размер оплаты труда. О каких суммах идет речь? Расскажу об этом уже через минуту. А сейчас о расходах на здравоохранение и образование. Госдума приняла закон о бюджете России на ближайшие три года. Документ прошел третье чтение. Расходы на госпрограмму развития здравоохранения в будущем году составят более триллиона рублей. В 2023-м – 989 миллиардов. В 2024-м году – около триллиона рублей. На госпрограмму развития образования предусмотрено почти 500 миллиардов. МРОД и прожиточный минимум увеличивают выше инфляции. С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 1098 рублей. Сейчас МРОД составляет 12 792 рубля, а со следующего года будет 13 890 рублей в месяц. Полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым. Он будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, планируется привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу Госуслуг, что позволит каждому россиянину своевременно пользоваться предназначенными ему льготами. За 10 месяцев этого года жители Самарской области подали более 31 тысяч заявлений через региональный портал Госуслуг. Самарская область стабильно входит в топ-5 регионов России по доле населения, которое пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Наиболее востребованными услугами на едином портале Госуслуг традиционно являются запись на прием к врачу, запись на вакцинацию от COVID-19 и информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. В сентябре-октябре в числе популярных сервисов также было участие в переписи населения. Всего за 10 месяцев этого года жители Самарской области обращались к различным сервисам через единый портал Госуслуг более 9,5 миллионов раз. Это на 70% больше, чем с января по октябрь прошлого года. Цены на автомобили «Лада» вновь вырастут с 1 декабря, сообщают дилеры. На следующей неделе ожидается уже седьмое массовое повышение рекомендованных розничных цен за год. Если прайс-листы перепишут, то самый доступный автомобиль «АвтоВАЗа» – седан «Лада Гранта» будет стоить 566 тысяч рублей. В начале года минимальная цена машины составляла 500 тысяч. Семейство «Лада Веста» и «Ларгус» пообещали подорожание на 10 тысяч рублей. Однако, по словам автомобилистов, которые пытаются приобрести машины, официальные прайсы ниже реальных расценок в несколько раз. С учетом дополнительных опций, новое отечественное авто обойдется уже не меньше, чем в миллион рублей. Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года – «Черной пятницы». Она символизирует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Традиция зародилась в США еще в XIX веке. В России «Черная пятница» проводится уже в девятый раз. А в распродаже принимают участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Предложение о продаже товаров со скидками можно найти на специальных площадках-агрегаторах. В преддверии традиционной осенней распродажи аферисты начали массовые атаки на покупателей, сообщают в областном главке полиции. Люди получают ссылки якобы для предзаказа товаров со скидкой, а после того, как они вводят данные карт, мошенники опустошают их счета. Чаще всего преступники действуют от имени крупных торговых сетей. Важно помнить, что крупные торговые сети не присылают отдельные ссылки на оплату. Все операции проходят через их официальные сайты. Но мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами. Поэтому всегда проверяйте, не оказались ли вы случайно на поддельном сайте. Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Если предложение приходит от популярного магазина, лучше самостоятельно зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию, советуют в полиции. Советский районный суд в ноябре вынес приговор фигурантам уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Двое обвиняемых получили по 7 лет колонии строгого и общего режима соответственно. Задержали фигурантов сотрудники регионального УФСБ. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области, в феврале 2021 года при попытке сбыта более 14 килограмм наркотических средств задержаны двое граждан России. В отношении указанных лиц управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ. Коммунальщики Самары начали отключать злостных неплательщиков от канализации. Санкции за крупные долги по ЖКХ в этом году планируют применить к 45 тысячам должников. Первые отключения уже прошли в многоэтажном доме по адресу Московское шоссе 155. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Многоэтажка по улице Московское шоссе 155 выглядит вполне благополучно. Однако репутацию всего дома запятнали собственники нескольких квартир, чей суммарный долг за водоснабжение и водоотведение на сегодняшний день превысил 350 тысяч рублей. Уведомления о неуплате давно перестали пугать этих жильцов. И коммунальщики перешли к радикальным мерам. Сегодня будем выполнять отключение должников на квартирном доме по адресу Московское шоссе 155. Будет опускаться через ванную трубу заглушка и перекрываться канализационный выпуск. Ограничение стоков будет проходить по канализационному стояку. Ограничение будет производиться локально. Те абоненты, которые платят, не будут подвергаться отключению. От благ цивилизации неплательщиков будет отделять заглушка. Чтобы ее установить, доступ в квартиру не нужен. Вся работа проходит на техническом этаже, либо на крыше, смотря куда выходит труба. Ограничитель устанавливается по стояку с помощью специального шланга, на конце которого камера и само блокирующее устройство. Он уже при самом монтаже, запорный элемент, заглушка разжимается за счет зубов, держится на трубе и падает вниз. Проще говоря, жильцы с долгами за воду и канализацию не смогут принять ни ванну, ни душ, ни использовать туалет. Вся вода и отходы будут скапливаться в трубе и дальше квартиры не уйдут. После таких радикальных мер деньги за уже полученные коммунальные услуги обычно сразу же поступают на счет ресурсоснабжающей организации. Однако, как отмечают специалисты, это ненадолго. Есть в доме жильцы, для которых подобные ограничения уже в порядке вещей. Общая сумма долгов по этому дому составляет более 360 тысяч рублей. В доме есть несколько должников, имеющих самый крупный долг. Самый крупный долг – это 137 тысяч. Сегодня этот адрес будет отключен. Также есть другие адреса, в том числе один из адресов платит нам только после установки заглушки. Вот такая вот особенность тоже есть. В этом году у РКС Самара появилась новая система уведомления должников. Если неуплата собственника жилья за услуги водоснабжения и водоотведения только начала копиться, ему присылают уведомления желтого цвета. Когда цифры долго вырастают в несколько раз, уведомления присылают уже оранжевого. Специалисты отмечают, что такие индикаторы лучше помогают жителям сориентироваться и в случае необходимости принять меры. С 25 ноября в Самаре началась серия отключений самых злостных неплательщиков. На прицеле у РКС Самара порядка 45 тысяч адресов. Если жильцы этих квартир не погасят долги, то останутся без канализации как раз в новогодние праздники. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Такая необходимость появилась после того, как в России отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта, что открывает простор для мошенничеств из-за неправильной оценки риска заемщика. В Самарской области полицейские пересекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере. На контрольно-пропускном пункте в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Пассажиры нервничали, их решили проверить. Оказалось, что один из них перевозил 100 свертков с тяжелыми наркотиками. По данным полиции, подозреваемые уроженцы одной из соседних республик официально нетрудоустроены, ранее не судимы. Мужчины на такси направлялись из Самары в Сызрань. По словам задержанных, наркотическое вещество приобрели через интернет. Расфасованная партия предназначалась для последующих закладок по тайникам в Сызране. Возбуждено уголовное дело. В суд Жигулевска направили уголовное дело по факту хищения продуктов питания. Кладовщик на складе в распределительном центре отгружал продукты свыше указанного количества в накладной и отправлял в магазин. А директор торговой точки похищал неучтенный товар. Злоумышленники делили похищенные. Во время одной из таких махинаций подозреваемые были задержаны. Ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Специалисты регионального департамента охоты и рыболовства провели проверку законности коллективной добычи копытных животных на территории одного из угодий в Волжском районе и выявили нарушение. Вместо трех косуль, на которых у охотников были разрешения, они застрелили девять. Собранную информацию сотрудники надзорного ведомства направили в полицию. С места происшествия изъяли 13 ружей, а также туши убитых животных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С первых чисел декабря начнут отключать электричество злостным неплательщикам в поселке Зубчининовка Кировского района. В общей сложности местные жители задолжали ресурсоснабжающей организацией около 47 миллионов рублей. Это втрое выше средних показателей по областному центру. Взыскивать деньги коммунальщики планируют в судебном порядке, так что некоторые должники рискуют остаться без части своего имущества. Ограничения на подачу электроэнергии будут действовать до тех пор, пока неплательщики не закроют все финансовые вопросы. Попытки несанкционированного подключения будут караться штрафами до 30 тысяч рублей. При этом, если потребитель попал в сложную жизненную ситуацию и не в состоянии погасить долги, он может обратиться в компанию с просьбой о рассрочке. Серийные ракетные двигатели, произведенные в Самаре, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем и узловым модулем причал российского сегмента Международной космической станции. Запуск произвели с космодрома Байконур. Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Корабль-модуль должен доставить на станцию около 700 килограммов различных грузов для экипажа 66-й основной экспедиции. Самара продолжает обновляться к новогодним праздникам. Сегодня засияет множеством огней сквер «Речников», который год назад был благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь устанавливают второй по величине в городе светодиодный фонтан. Как шла его установка, узнала Гульфия Сайфина. Праздник приходит во все районы города, в том числе и самые отдаленные. В сквере «Речников», что в поселке Сухая Самарка, установили вторую по габаритам световую инсталляцию. Больше будет только на площади Славы. Высота этой конструкции 4 метра. Дело не для одной бригады электромонтеров, ведь это только со стороны. Кажется, что собрать елку из светодиодных каркасов легко. Всем районам собираем, потому что конструкций много, деталей много, подключений тоже много. Каждая деталь подключается отдельно. Ну, примерно за день мы его соберем, вечером будет уже работать. Год назад сквер «Речников» преобразился благодаря программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Оформляют столь масштабно к Рождеству и Новому году это пространство уже во второй раз. Местные признаются, новый сквер сильно преобразил район. Я сейчас гуляю с собаком, с собакой. Настроение отличное. И когда я вот сейчас увидела, что действительно заботятся о наших людях, о нашем населении здесь, в удаленном поселке, то настроение поднялось. У некоторых уже вот в домах, я смотрю, даже вывешивают гирлянды на балконах. Вот, люди уже тоже готовятся. Нравится, конечно, когда здесь все облагораживают. Вот площадку эту детскую сделали, тоже было очень приятно. Засияют вдоль сквера «Речников» и световые снежинки. Их устанавливают на опорах освещения. Работоспособность проверяют тут же. Нужно, чтобы инсталляция выдержала самые суровые зимние погодные условия. В случае повреждения элементов электромонтеры могут оперативно исправить ситуацию. Уже несколько недель город поэтапно украшается к приближающимся праздникам. На очереди вертолетная площадка и сквер Аксаковых. Постамент там нужно изготовить. Постамент там вообще гранит, натуральный камень. Чтобы его не поцарапать, не дай бог, ничто с ним не сделать, поставим сначала так же дощатый настил, а на него уже с пригрузами поставим дерево с красными яблоками. Специалисты предприятия Самара Горсвет предупреждают жителей новогодней уличной инсталляции не место для детских игр. Конструкция находится под напряжением, залезать на них небезопасно. Поэтому фотографироваться лучше возле иллюминационных фигур. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. Еще вчера это занятие было под запретом, а сегодня становится поводом для проведения международных фестивалей. Граффити громко заявляет о себе. С каждым днем Самара становится ярче, свой след оставляют уличные художники. Но мало кто представляет себе изнанку такого искусства. Работа над эскизами крупных проектов может занять до месяца и согласовывается с ведущими экспертами страны. Правда ли, что искусство начинается с улиц, выяснила Мария Левина. Их рисунки выходят за грани листа А4, а в качестве холста выступают стены домов и другие объекты. Стрит-арт или по-другому уличное искусство. Сегодня это часть декора, который все мы видим, стоит только выйти из дома. Родиной стиля принято считать США. Как и все прекрасное, рождается стиль из-за любви. Существует легенда, что юноша, не зная, как произвести впечатление на девушку, написал о чувствах в авторской стилистике. За свое признание он даже попал за решетку. Ведь стрит-арт долгое время был под запретом. И только в 80-е граффити признается властями в Америке. Путь стрит-арта в России не так стремителен. Признания авторы только начинают получать. Денис Кандалин, больше известный под псевдонимом Вердиго, что называется в теме еще с 98-го. Я ездил по фестивалям, продвигая. Вот лично я посещал практически все крупные фестивали, которые проходили в России и в странах зарубежья. Ценность уличного искусства именно просто сделана аэрозолью, какими-то фасадными красками, ничуть не хуже, чем написано холстом, на холсте маслом. Для меня это жизнь моя. И я практикую это, то есть провожу параллель со своей жизнью. И вся жизнь моя искусствует. Меняется время, меняется и искусство. Муралы в тренде в разных городах России, в том числе и в Самаре. Один за другим масштабные изображения начали украшать фасады домов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Продолжают появляться и сегодня. Если в Мундиальный год они отличались спортивной тематикой, то сейчас за основу берется история. Одна из последних работ Дениса – мурал на фасаде дома на Новосадовой 22. Вместе с напарником всего за неделю они воссоздали образы Минина и Пожарского. Правда, перед этим пришлось пару недель поработать над эскизом. В обсуждениях активно участвовали историки из МГУ. Во внимание брали каждую деталь эскиза, чтобы избежать исторических неточностей. Если, к примеру, 10 лет назад простому обывателю сложно было назвать стрит-арт полноценным искусством, то сегодня с художниками заключают госконтракты. Им выдают денежные гранты, чтобы своим творчеством они делали город ярче. В качестве представления Данила решил ограничиться творческим ником – фугас. Граффити занимается в свободное от основной работы время. Говорит, так душа просит. Таким образом художник выражает себя и отдыхает. Работы есть разные, как и рисунки. Есть коммерческие заказы. Коммерческие заказы – там есть влияние мнения заказчика. Но мы все-таки стараемся как-то свои какие-то идеи продвигать, свою стилистику. Если заказ нас не устраивает по стилистике, мы чаще всего отказываемся. Потому что дело не в деньгах, а в желании реализовать крупные проекты. С каждым годом в Самаре появляется все больше тематических фестивалей. В город на Средней Волге приезжают уличные художники из разных уголков страны и мира. Участники местного профессионального комьюнити показывают им Самару. И так возникают творческие коллаборации. Прогуливаясь в отдаленных районах города, можно увидеть совместную работу самарских граффитистов и гостей. К примеру, из Италии. Ведь периферийные части города – это излюбленные места для творчества уличных художников. Улица становится музеем, а музей становится улицей. Мария Левина, Николай Епифанов, Константин Головин. События. На этом выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самарагис, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok